Всем огромный привет! Это 62 выпуск Best Replace. С вами Беннивур и за кадром где-то бродят с щупцами для монтирования Аспирант. Мы будем смотреть игру на Остэмпл между Undead'ом и Хуманом. И не просто Undead'ом и Хуманом, а легендами Варкрафта, Тедом и Sky'ем. Оба из них были чемпионами ВЦГ, оба из них внесли огромную лепту в развитие игры, привнесли массу идей, фишек, стратегий за свои расы. В общем, величайшие игроки, ну не скажу, что всех времен и народов, хотя к Sky'ю это относится больше, все-таки Sky и в Варкрафт поиграл подольше. И, ну, наверное, за Хуманов он сделал гораздо больше, чем Тед за Undead'ов. Но, тем не менее, Тед тоже был одним из классических Undead'ов тех времен. Наверное, говорить об игроках всех времен и народов можно только относительно Sky'я, Муна, Грабби. То есть, действительно, настоящих мастодонтов, которые вообще стоят особняком в истории развития этой игры. Ну и поскольку игра у нас в рубрике Best Replace, это явно будет необычный поединок. Скорее всего, какая-то турнирная игра тем интереснее будет посмотреть, что же здесь будет происходить. Потому что, ну, когда мы смотрим какие-то ладерные рофлы, но на им игроков это одно, а тут все-таки серьезное противостояние, кланвор или какой-то турнир. Так что давайте смотреть, давайте наблюдать. Бодра мышкой вводит аспирант по карте, показывает нам, что строит Undead. Ну, Lost Temple, кстати, давайте посмотрим. Рудники расположены удобно для Хумана. Он может поставить Fast Expand без страха быстрого хараса, что в любом случае, Undead убежать через полкарту очень неудобно. Центр с мобами, они там будут цеплять армию. И, в общем, харасить такую нычку крайне неудобно. Пускай уже разведывательная ферма впереди стоит. Футман пытается, пытается привезти бабушку покормить на свою базу. Но бабушка не хочет, что-то подозревает. Возможно, она узнала в Футмане какого-нибудь коллектора или статурника пенсионного фонда. Summoning is complete. Начинается бодрый криппинг. Правильно вызывается Элем. Элем отвлекает на себя всю армию крипов. Огребает, так сказать, за всех. Такое бывает в жизни. В общем, Элем это тот самый друг, который, когда бежишь грабить сад соседа, обносить его вишню. Это тот, которого сосед ловит и потом долго насилует берданкой. Нычка. Жазл иллюзий выпал на архимагу. Теперь на карте еще один дедушка появился. Но это временный. Этот дед просто, так сказать, заехал на недельку. А может даже на часок. Идет Скай. Ну, он примерно понимает по тусовавшей бабке в халате. Он понимает, где... О, вот это вот интересно. Сейчас, конечно, уже Жук за Андеда в первом вообще никого не вызывает удивления. Это нынешний дефолт. Но тогда, поверьте, была совсем другая мета, другой баланс. И увидит Жука от Андеда еще и на турнире, еще и с серьезным соперником. Это повергает в изумление. Давайте посмотрим, давайте посмотрим. Мне уже любопытно, что же будет здесь происходить дальше. Ну, Жук с большим количеством гулей. Я думаю, ни для кого не секрет, куда он направляется. Ну, вообще, по идее, он должен направляться к ближайшему гнилому пню. Но он направля... А, тут два барака, ну ясно. О-о-о, это будет славная охота. Гулей будет больше, чем пизантов у Хумана. Три гули сразу прибежали на экспант. Четыре вместе с караедом приперлись на мейн. Везде тусовка у Скай. Вообще, я бы на месте Хумана уже выходил из игры. Ну, потому что лично мне контролить в двух местах крайне было тяжело в свое время. Когда меня харасит и тут, и там. Это просто какая-то пытка. Изощренная причем. Ну, а Скай спокойно выдерживает истязания. Там ментам позвонил. Там позвонил дядя Толе. Он приехал с поленом. В общем, пока отбивается Скай. Но пока он отбивается, у него не добывают, как вы видите, базы. А Андетт клепает и клепает новых гулей. Тут пизан пытается со всеми. Он говорит, лазарет общий, алло. Убийство в больнице, это самое, наверное, изуверское, что может происходить. Хотя, мы же в России. Для нас это неудивительно. Да, тут же еще к несчастным, точнее, к несчастным футменам Архимагу, помимо гуль, пришли еще и жуки. Жук Гермафродит, он оплодотворяет себя сам и рожает мелких жуков. К счастью, эти мелкие жуки никогда не станут жирными. Ну, потому что голодные времена. Совсем мало трухлявых коряк на карте. Так что, уйдут они, детеныши. Слушайте, не все плохо у Хумана. Вот, максимально плохо. Здесь бы уже левать. Тут еще гули лечатся, понимаете. Не знаю. Крипу приснился кошмаром, проснулся посреди ночи, увидел, что там была диверсанта и разбудил остальных. Гули отогнали. Но, тем не менее, жука там пытается окружить. Жук выходит из окружения, продолжает плодить скелетов. Это еще один участник тусовки. Да, скелеты, гули, жуки. Все. На мэне у Хумана андетов уже больше, чем представители альянсов. Но, бравый Пизант последним ударом своего мастерка все-таки доковырял жука. Тем не менее, ну все, все ужасно. У Скай, у него тоже герой окочурился. Поэтому он опыт за убийство жука не получил. И, в общем, выходит Архимаг, охреневает от происходящего. Видит, что, в общем, это больше не их база. Это какое-то нашествие. Это как в больнице в общей палате ночью, да. Тут тараканы повсюду. Архимаг пытается уйти, вызывает иллюзию. Решает, что лучше окружить опять этого элема, который всегда подставляется. Напоминаю, да, вначале мы об этом говорили. Элем такой, да я при чем вообще? Я просто сраная вода, за что вы меня? Ну им плевать вообще. Огромная армия Анделла бегает. Тут просто грызет все, что только можно. Пытается Архимаг отковыряться. На мэйне никого не осталось. Там три жалких крестьянина. Прям как в Свердловской области. И все. И... Пиши пропало, короче говоря. Даже два деда не справляются. Тем более, один из них, ну совсем уже маломощный. Не рабочий дед. Он просто угрожает, но не кусает. Он просто вместо того, чтобы своей кликой раздавать, он просто кричит. Ах, я тебя, шапты! Скай, как ты, пап, смел? А ну, что это такое? И все. Ну, кое-как отпыхался. Правда, резнулся жук. Продолжает Тед улынить. Ну, а что ему делать? Срата такая. Но Скай каким-то образом здесь на экспанде воткнул две вышки. Если сейчас в ближайшую минуту-две андет не продавит, то он, наверное, уже совсем не продавит. Вот если бы не потерял жука, тэпнулся, возможно... Хотя... Я не знаю, может Тед не хотел тайминги терять. Притом видел, что на базе у врага очень много его армии, поэтому не хотел уходить. ТП нет. Снова прибегает Гули на Харас. Гвардовская вышка пока не догрейдилась, поэтому можно погрызть рабов. Ну, с одной стороны, конечно, у Хумана все плохо по экономике. Он не развивается интеллектуально. Так и останется в темном веке. Плохо вообще все. Но, с другой стороны, Тед-то тоже особо не вкладывается в Тир-2, там что-то еще. Он просто штампует Гули с одной базы. Поэтому можно сказать, что... Ну, плюс-минус, да. Ситуация равная. Сражаются какие-то древние варвары, и им еще очень далеко до благ цивилизации, которые дают Тир-2, Тир-3 и так далее. Снова гости в доме. Архимаг еще не успел сходить в магазин и накрыть столы после предыдущих гостей. А тут приходится новых встречать. Постепенно качается и Скай тоже, потому что фаербола никто не отменял. Там гулька за гулькой дохнет. Но мейна... мейного Хумана нет, конечно. Интересно, какого левела Архимаг? Жуки постепенно кончаются. Здесь отковырялись. На силу два футмена. Бегут на помощь своим. Андетт не знает уже, что бить, потому что Хуман все время убегает. Ну, типа, кайтит. В отчаянии Андетт набрасывается на мейн. Но решает Хуману сломать трубу, расшатать немножко его подъезда. И снова Элем, который говорит, да ребята, я вообще ни при чем. Я даже не хочу здесь находиться. Я должен быть где-то в озере. За что вы меня? Нет. Профиг. Бьют всех. Тут магазин. Две магические вышки. Это для того, чтобы аннигилировать скелетов и жуков. Вот призерных существ, наверное, даже больше было, чем гулей. Четвертый жук. Вот я не видел пока ни одного импела. Неужели он качнул себе броню? Хотя, с другой стороны, неплохой. Неплохой. Неплохая опция. Потому что, в общем-то, да, он, кажется, шипы себе качнул. Потому что жук это полноценная боевая единица против футмена. А импелить тут некого особо. Ну, конечно, можно там пару импелов выдать, но там мана закончится и все. А шипы будут всегда, и жук может проще танковать. Минус мейн. Теперь у Скайя другой мейн. И он направляется на него. И так играет база против базы снова. Ну, причем, этот мейн Скайя не добывал уже с самого начала игры. Поэтому его вообще трудно назвать мейном. Это так, знаете. По документам это должен быть стадион, а на деле сарай оказался кривой. Так. Уже два несчастных водных элементаля. Два брата нам говорят, так, я слышь, один там не вывожу. Пойдем вдвоем, потому что нас просто почем зря лупят. И снова, и брата еще здесь потерял. И этого окружают. Да. Воды на этой карте не будет, короче говоря, я понял. Прям как у нас во время начала топительного сезона. Доедает хуновский мейн. И здесь уже нечем поживиться. Но эти жучки, они поскольку не находят трухлявых к ней, они просто едят фундамент. Будем считать, что это кермиты. Гульку пытаются отвезти. У него это получается. Стоит ли говорить, что снова фонтанчик там заткнули? Вообще точно можно сказать, что никто из юнитов андетской армии не служил в десантных войсках. Потому что если бы это было так, то элементали бы не трогали. А вот думайте сами, о чем это шутка. Новые гули приходят. Жук пятый. Ну, мне кажется, здесь так все и останется. Герои разовьются, получат десятые левелы. А технологии останутся по-прежнему в каких-то прошлых веках. Смотрите, Тед не теряется. Тед вообще решает, что бывший хуманский мейн будет его экспандером. Какое интересное решение. Ну, кстати, а почему нет? Армии достаточно. Хуман в ближайшее время не отобьется. Получит экономическое преимущество. Тедушка наш. Ну, Футманов, Футманов, работай по Футманам. Да, нормально. Дед у нас шустрый, а вот Футманы... Футманы не такие. Не такие скоростные, ребята. Бегать в доспехах с латами, с щитом, с мечом гораздо сложнее, чем на лошади скакать. Микроконтроль происходит. Отводят своих гулей Тед. Ух ты, один Футман даже осмелился на Харас. Ничего себе. Это какой-то смертник. Смотрите, сколько нас спасал. Прямо как Шойгу, ё-моё, в молодые годы. Наспасал очень много Скай. Ну, неудивительно, конечно, это Скай. И вот сейчас с внушительной армией Футов он уже придет, наверное, все-таки с ответным визитом. Как-то закончились постепенно у Андеда гульки. Не знаю, может он там в технологии вкладывается. Хотя вот по две. Мы с Тамарой ходим парой. Он снова бежит чего-то два. На подкрепу Теду. 44 лимита у Андеда. Здесь, конечно, уже три, понимаете. Три фонтана. С двумя не справлялись, но они третьего брата привели. И, кстати говоря, шутки шутками. А Элема-то вторые уже довольно больно лупят по гулям, по жукам, вообще по всему. И не так просто уже Андеду становится. Постепенно, постепенно переламывает Скай. Несмотря на то, что, конечно, он сейчас в ужасном положении. У него намного хуже все, потому что у Андеда нычка заработает. Но вторые, а в скором будущем и третьи элемы, они могут внести определенную лепту. Они уже жирные, они уже больно лупят. Это уже не просто элемы, это пожарные бронзбойды, которыми митинги разгоняют. Все, кажется, здесь Скай отковырялся за счет этих двух элемов. А, я, по-моему, это уже... По-моему, это третьи элемы. Черт, какого же левела Архимаг, вот бы понять. Вышик наклепал тут под шумок. В общем... Я понял, за этот золотой приз будет идти война не хуже, чем в Америке. Во времена колонизации. Набросились жуки на вышки, но, по-моему, уже поздно. Они догрейдятся. Или не догрейдятся? Нет, успели расковырять. Вы посмотрите. Короче, футпланов можно не строить. Архимагу можно с тремя мокрыми дружбанами ходить. Они уже будут... Все, теперь уже точно видно, что это третьи элемы. И шестой Архимаг. Шестой Архимаг. Я думаю, возьмет Бриллиант Сау. Ну, потому что масса ВТП здесь нафига вообще. Может быть, Близзард возьмет. Но, наверное, скорее триггернет Андела к окружениям. Да и разводить можно. Так, там скоро Жук же шестой будет. А вот ультимейт Жука я очень давно не видел. В общем, Жук на шестом начинает просто... Просто бесчинствовать. Он зовет на помощь своих подруг мух. И на пару с мухами он просто там начинает дико закуют. Это даже не мухи, а какие-то слепни, которые закусывают до смерти врагов. При этом еще успевают как-то Жука лечить. В общем, когда Жук позовет муху, надо теряться. Тут никакой не локмашенька и диплофос не поможет. Но Жук пока пятый. И Искай отчаянно сражаясь. Просто он тоже футменов на все заказывает. Но здесь скорее он... Футмен это мясо. Он за счет олемов здесь отбивается. И все. Он постепенно продавливает Андеда. Понимает все Тетум. Но до последнего, конечно... Ну, можно было уже парочку футменов отправить, бить Акалитов. Так, там какая-то внушительная подкрепа идет. Очень жесткая подкрепа идет со стороны Андедской базы. Я не знаю, он всех гулей взял. Вообще призвал из запаса там кривых, косых, искалеченных. Всех взял. Он решает, что за эту нычку надо биться. До последнего. Все на Тир-1. Всем пофигу вообще на развитие в этой игре. По три гули в каждом бараке. Ну, за счет Экспанда. Наконец футмен вспоминает, что их родные рудники осквернены. Жук почти шестой. Ему не надо уходить. Надо убить одного футмена. Получает шестой. Есть мана. Нет маны. Нет, он есть мана. Он врубает ультимейт и начинает неистово хилиться. Идет просто один к четырем футменам. Сюда иди. Но футменов кусают мухи, осы, шершни. Футмены бросаются в рассыпную. В панике. Просто в панике. Жук переламывает ход сражения. Танкует. Все жрется. Посмотрите, как хилиться. Господи. Он один может раскидать всю брашку. Посмотрите, как он хилиться. Бог ты мой. Ну, ультимейт сейчас закончится. Да, нормально. Это как, знаете, это как ульта козла. Только если бы козел, помимо лечения своих, еще бы вражь тут дамажил. Но только на одного жука. В общем, ничего общего. Так, ну, жук снова жив-здоров. У него, правда, нет маны на новых жуков. И он просто тут отбивается. На последних лалах с этими гулями и жучками. Но, по-моему, все-таки Скай здесь должен продавливать. Главное, не попасть в окружение дедом. И все будет хорошо. Там нычка, там тут, в смысле, экспант. Там опять наспасал. МЧС какой-то, блин, а не поединок. Может быть, все при... Великая битва перемены МЧС. Ну, посмотрите, сколько отконтролил он футов. Снова хилит. Там футов уже реально добрая пачка. Целый гарнизон. А тут с гулями проблемы. Конечно, новые подходят. Что-то там три гули внизу затупили. Они сомневаются, стоит ли вообще в эту армию идти. Потому что никто из их собратьев обратно на базу не возвращался. Какого черта, думают, гулями, мы уже не хотим. Там явно происходит что-то очень опасное. Может быть, пару зигуратов воткнуть? Хотя бы один. Ну, просто вот для того, чтобы футменам было не так весело. Там заставил бы их щиты изучить. Вот это 54 лимита, там 39. Ну, Скай героически держится. Вообще, на самом деле, я бы здесь вышел. Потому что, да и многие хуманы бы еще вот на этой первой атаке андеда бы просто рассыпались. Потому что, ну, вас атакуют в двух местах. У вас съедает практически все население на мейне. И, конечно, ну как вообще? Как дальше жить не представляется вообще понятным. Отчаянная охота за архимагом. Окружает жука. Интересно, у него есть мана на ульту? Ну, там, наверное, ультимейт еще не откатился. И надо жать ТП. А ТП-то нет. Да! Говорили, говорили ему худеи. Вот ему жена, жена-медведка, говорила, ну, походи на фитнес. Все хорошо, но жирно. Это просто Харламов Асмус. Ё-моё. Асмус ушла, а Харламов остался один. Все очень похоже, все очень похоже. Так, ну, это шанс отбить. Отбить высоту. Для архимага из подвижников. Потому что, конечно, против трех элемов... Я уверен, что там третья Аура Бриллианс. И против трех элемов жирных. Три водяных, три водных. Три водных привлекают только наркоманов. А в андетской армии наркоманов нет. Там просто пункт камера. Начинается битва. Жука нет. Я... Ну, посмотрите, какая стойкость все-таки у этой андетской армии. Они даже без своего предводителя сражаются на последнюю. Четверо гоняют деда на коне. Остальные дерутся с футменами. И что-то архимаг повернул назад. Да, они все повернули назад. Отбились какими-то чудесами. Кончился, мэн. Ё-моё. Так, ну там и экспант тогда скоро закончится. Ребят, там и дают... Сколько, сколько, сколько там денег? Слушайте. Снова играют одна в одну. Класс. Вот это кайфовый Warcraft. Вот в такой Warcraft играют либо Госу Про, вообще величайшие, либо начинающие игроки, которые не знают просто где нажать тир-1, тир-2, там как вообще играть в здании. Зачем? Построили один барак и все нормально нам. Заказываем армию. Сражаемся. И вторые герои не нужны. Это все для слабых придумано. Бабки тоже идут в атаку. Ё-моё. Это просто офигеть можно. Но, вы знаете, если сейчас Undead продержится еще немножко, то это на мэйне... На мэйне. Еще какое-то золотишко осталось. Сколько его на экспанте? Там, по-моему, косарик, да? Он вот-вот уже закончится. Да, надо сейчас... О! Маутен Кинг! Я не знаю, когда и на какие средства Скай вообще нашел денег на грейды. Но он это сделал. МК, конечно, будет выглядеть как Салабон на тусовке взрослых пацанов. Потому что там седьмой Архимагн, восьмой. Это мой МК просто даже водный элементар. Какой-нибудь вот этот вызываемый жучок просто вломер. Бежит Архимагн. Но я думаю, что МК возьмет первым Клаб здесь. Не, молоток не нужен никому. Нет, он берет болт. Не знаю. Очень странно. Сомнительное решение. Просто Клаб здесь бы гораздо лучше зарешал. МК вообще ничего понять не успел. А, кто? Что происходит? Кто здесь? И... А деда уже нет. Снова двух водных оставили. На растерзание. На сдачу, так сказать. Так, здесь сколько? Сколько золота? Аспирантушка, покажи. Покажи здесь тир 2. Да, он увидел МК. Решил, что не стоит отставать в развитиях. Что? Дятел? Зачем? Ястреб? Не, я понимаю, что его никто не убьет. Но там и демиджи от него немного. Вышки. Две хилки. У Теда... Да, нет. Ну, с ястребом-то, конечно, война пойдет по-другому. Я не сомневаюсь. Там просто демиджи, как у Лося. Два ястреба. Ать, нужны пауки с сеткой, да, Тедушка? Ать. Ну, пока что два ястреба тоже не особо тут решают. Тем не менее, реально очень важно три ястреба. Блин, какой же хороший, как же хороший сканер. Просто сумел подстроиться и где-то изыскал средства, чтобы выйти в тир 2. Тед-то продолжал наивно думать, что там ол-ин, все с тир 1 происходит. Ну, мухи есть, мухи есть. Есть мухи! Вызывай мух! Адаза вызывает мух. Запирается жук подальше. Сейчас начнет неистово хилиться. Пока отгоняет бабки в бой. Бабки там одного замучили. Это как в очереди в пятерочку. Там три бабки и кого угодно уработают. Что же делать? Что же делать Андеду сейчас? Не, ну Хавков-то он явно не ожидал здесь. Вы видите. Конечно, пока жук отковыривается за счет ульты. Захилился. Но нужны срочно финды с сеткой. А где их взять? А где их взять? Там надо, наверное, даже... Вот, кладбище построено. Для этих целей построено кладбище. Нужна... Вот, пока сейчас изучится сетка. Пока выйдут первые финды. А как он будет без ульты? Да, здесь скайп все-таки продавит. Ну так, по ощущениям. Вот он, болт. Минус жук. ТП нет. Все-таки правильно. Смотрите, жук еще под вышки залезает с чем-то. Все-таки, оказывается, болт был полезным. Да, я-то думал, клэп против гулей. Ну, болт, он просто остужает постоянно жука. И, кажется, скай здесь. За счет этого своего прекрасного решения выйти в тир-2 и штамповать хавков, он здесь Андеда переигрывает. Переигрывает именно по... По тактическому решению, да? Потому что... По стратегии-то Тет как раз первым удивил. Аглаушил скайп. Ну, выходит несчастный бедолага ДК, но Тет расстроился и вышел. Отличная получилась игра. Вот побольше бы таких каток на про-уровне. И я думаю, что... А что я думаю? Ничего я не думаю. Варкрафт расцветает. Варкрафте все хорошо. Турниры мутятся. Прогеймеры возвращаются в игру. Скоро я не удивлюсь, что будет какой-нибудь NGL One организован. Новый. Так что все в Варкрафте хорошо. Просто побольше таких зрелищных игр. И на это все будет смотреть еще интереснее. Спасибо всем, кто поддерживает. Спасибо всем, кто подписывается на наш канал. Спасибо всем, кто ставит лайки, распространяет это видео. Спасибо всем, кто подписывается на Boosty.to. Огромное спасибо всем, кто уже подписался. Вы помогаете развиваться рубрики. И чем больше у вас будет, тем стабильнее будут выходить Best Replay. С вами был Бонич, я Аспирант. До новых встреч. Играйте в Варкрафт. Он не умер. Я встречаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова